Воин в рыцарских доспехах Сплетаются, образуют новые сочетания Но источником, питающим древо от корней Да едва проросших побегов Остается тот, кто находится в его основании Спящий рыцарь Легендарный древний пращур Такой предок есть у каждого из нас Все, отходим Герой нашего фильма, что называется, сделал себя сам Он даже привычному жилищу предпочел дом на воде Да еще на собственном ходу Прекрасное вот путешествие сегодня получается Андрей Смелков Топ-менеджер с 20-летним стажем управления В области мобильной связи Экономическое образование в России и Норвегии Непростой опыт работы в различных международных компаниях В нескольких странах И как результат блестящие корпоративные карьеры Ныне он самостоятельная величина в бизнесе Занят перспективными проектами По складу личности скорее впереди своего времени И уж точно не из тех людей Которым прошлое заменяет настоящее Но однажды он ощутил необходимость понять Кто он и откуда Свой рассказ мы начнем в Великом Новгороде Здесь малая родина и место силы нашего героя Именно сюда он всегда возвращается Хотя его жизнь проходит совсем в иных краях Вот и на этот раз Стоило только сбежать сюда из московской осенней слякоти И родной город встретил первозданным снегом Успокоил Припорошил О многом напомнил Ему и любимой сестре Ане Когда-то заводили всех их детских игр И проказ в бабушкином доме Мы тут собирались на все праздничные мероприятия Был стол У каждого было за столом свое место Дед во главе Бабушка с одной стороны Деда другого с торца сидел С одной стороны Одни с Мелковых Другие с Мелковых У каждого было свое место В общем очень теплое и приятное воспоминание Об этом доме На старте родословная нашего героя Не обещала сенсаций Круг дорогих людей Составлявших мир его детства и юности Выглядел самой обычной семьей Без каких-либо тайн в прошлом Свои фронтовики Свои герои тыла Обычные советские карьеры Что называется Все как у всех Но как оказалось Только на первый взгляд Отправной точкой поиска Стало воспоминание об отце Рано ушедшем из жизни И его необычном даре Сколько помню его Очень светлый Очень такого интеллигентного склада характера Воспоминает Моя тетя говорит, что Гена был Всегда Какой-то особенный Очень тихий Спокойный Веяло от него Добротой Всегда Я помню Мы приезжали В наш двор Где мы жили У папы С собой всегда Конфеты были И детвора Сбегалась Прямо к машине И он Останавливался И раздавался Конфеты Я говорю Папа Зачем ты это делаешь Он говорит Ну как же Ну вот Им же приятно Что я им конфеты даю Они бегут К нему Гена Гена Приехал Большую часть жизни Геннадий Смелков Проработал Заводским художником Оформителем И вдруг Драматические 90-е Обрел талант Иконописца Нерядового С глубиной И силой Он начал читать Библию Начал изучать Это все Связанное С иконами С образами Очень здорово Начало у него получаться Такой в рамке Значит Все известные Иконы И архангелы И троица У него была Помню Дегитрия Получил благословение Естественно На написание икон Для храмов Новгородских И мне кажется Он как-то Прямо Прямо Духовно Возвысился В этом процессе Сегодня Написанные Им иконы Почитаемы В Новгороде И служат Объектами Паломничества Софийский Собор Древнейшая В России Христианская Святыня Вот уже Тысячу лет Еще со времен Ярослава Мудрого И его сына Владимира Почти невозможно Представить В этих стенах Работу Современного Мастера Редкое исключение Иконы Геннадия Смелкова Папа написал икону Как раз под благословением Именно главная икона Этого монастыря Этого собора Вот И к ней приходят люди Похоняются Просят о помощи Есть случаи исцеления Первая же попытка Установить корни Своего отца Привела нашего героя К открытию Художник Геннадий Смелков Оказался по происхождению Потомственным дворянином Со стороны служилых Новгородских дворян Смелковых Родословную семью Удалось проследить Лишь до XIX века А что если применить Матрилинейный подход Исследование По женской линии Поиск предков Тамары Смелковой Бабушки нашего героя Позвал нас В дальний путь Ее отец Штабс-капитан Царской армии Алексей Вишняков Прадед Андрея Смелкова Не был уроженцем Новгорода Попал сюда по службе Здесь стоял его полк И остался навсегда Это не так давно Это отец моей бабушки Он был рожден В городе Казани Туда мы теперь и отправимся Чтобы поискать следы Предков нашего героя Возможно в Казани Его род помнят лучше Несколько поколений Вишняковых Прожили в Казанской губернии Женились Родились Делали карьеру Много что наверняка Интересного здесь происходило Древняя Казань В годы расцвета Российской империи Великосветская столица Поволжья Удивительное дело Стоило сменить Регион поиска И на наши вопросы Тут же стали появляться Ответы И какие? Вишняковая Местный род столбовых дворян И там где появляется Повод вспомнить о дворянах Обязательно вспомнят И о Вишняковых К примеру В Казанской ратуше Некогда местном доме Благородного собрания Одном из самых роскошных В российской провинции Вот по этой лестнице На балы Сословные выборы Концерты заезжих знаменитостей Входили в парадные залы Собрания Представители Нескольких поколений Вишняковых Я еще не до конца Все это осознал И, наверное, переживания придут В будущем Они будут как-то усиливаться Но вот эта вот связь Связь С своими предками С историей Она именно Усиливается Именно в таких местах Уютный, благоустроенный мир Описанный русскими классиками С охотой Конными прогулками Романтическими историями Вот что такое Казань Для Вишняковых На протяжении полутора На протяжении полутора сот лет Один из самых Первых известных предков Служил еще постельничем Ивану Грозному Вообще-то Вишняковы Коренной московский род Игнатий Вишняков С которого пошло Возвышение Этой фамилии Был тысячником Самого Ивана Грозного По свидетельству историков Входил в круг Доверенных ему лиц Выполнял наиболее Ответственные Царские поручения Ходил с полками На Астрахань И Казань Он был Стрелецкий голова И со своим полком Стоял В определенном месте И это место Как выяснилось Называется Вишнякова-Слобода Еще одно Вот Подтверждение Значимости Фамилии Вишнякова Моих предков В том числе Для города Казань Родовое гнездо Вишняковых Под Казань И усадьба Тагашева Оказалось В их семье Как раз Благодаря Игнатию Но только Во второй половине 18 века Его потомок Петр Иванович Вишняков Стал обживать Казанское имение Да так деятельно Что даже Получил звание Губернского Предводителя Дворянства Дом предков Нашего героя До сих пор стоит Хотя при взгляде На него Как-то не верится Что здесь Когда-то Кипела жизнь Первые эмоции Да В одну крышу Сока надо Вкладывать Чтобы Ремонтировать Рассказывают Что при основателе Усадьбы Петре Ивановиче Вишнякове Здесь был Единственный В губернии Крепостной театр Петр Иванович Оставив Свои поместья В Московской Губернии Своим детям Решил Провести Свою судьбу И жизнь Связал ее Санна Андреевна В Севоложской И поселился В Казанской Губернии А кто же Такая Анна Андреевна И какую роль Ей суждено Сыграть В нашем Генеалогическом Расследовании Дело в том Что именно С этим Ответвлением На фамильном Древе Нашего героя Связан Подлинный Переворот В этой истории Анна Андреевна В замужестве Вишнякова Происходила Из родов Севоложских Высшее знать Старейший род Веками Приближенный К царскому трону Если уж Девушка Из такой фамилии Нашла Своё личное счастье Столь далеко От столиц То обстоятельства Ее брака Были видимо Совершенно Исключительными Направление В наших Поисках Подсказал Кто бы Вы думали Александр Сергеевич Пушкин В своей Истории Пугачёвского Бунта Драматические События Которого Разворачивались В этих Местах В 1774 Трудно Себе Представить Но Вот Здесь Стояли Отряды Пугачёва Все Население Собралось В Кремль И Конечно Дворянское Собрание И Предводитель Были Во главе Этого Ополчения Да Удивительное Удивительное Чувство Действительно Возможно Я стою Мы стоим На том Самом Месте Где И он Рядом Находился В тот Исторический Момент Не сумев Взять Казанский Кремль Мятежники Двинулись На Пензу В те годы Дальний Уезд Казанской Губернии По Судьбоносному Совпадению Незадолго До этих Событий Надворный Советник Всеволоски Был Назначен Воеводой Пензенской Провинции Андрей Алексеевич В прошлом Блестящий Гвардеец Участник Переворота Превоцарения Екатерины Второй Он-то и был Отцом Анны Андреевны Вишняковой И попутно Далекий Предок Нашего Героя К тому же Тезка Пугачев Приблизился К Пензе Воеводов Всеволожский Несколько Времени Держал Чернь В повиновении И дал Время Дворянам Спастись Ну Детушки Постоим Сегодня За матушку Государную И Дакар А мы Люди Правые И Присяжные Пугачев Явился Перед Городом Жители Вышли К нему На встречу С иконами И хлебом И пали Пред ним На колени Так Пушкин Написал О Всеволожском Своей истории Пугачевского Бунта В современной Пензе Удается найти Не так много Материальных Напоминаний О тех Временах По счастливому Совпадению Дом Воеводы Всеволожского Уцелел В этих краях Появление Пугачева Вызвало Вспышку Анархии Отмеченной Особой Жестокостью Были казнены Более Тысячи Дворян В Пензе Присягнули Самозванцу Все Даже начальник Местного Гарнизона Все За исключением 12 дворян По голове С воеводой У Всеволожского Был шанс Продержаться И с Казани Шла помощь Она опоздала На два дня Воеводу Мятежники Сожгли Заживо Его семья Спаслась Чудом Здесь За крепостным валом Заканчивалась Пенза А дальше Степь Где-то там Далеко Почти за 400 верст Казань На тот момент Губернский город Для Пензы Именно там Пришлось искать Укрытие Семье Всеволожских Финал этой Драматической истории Нам известен точно Дочь погибшего Пензенского Воеводы Осталась в Казани Навсегда Впоследствии Став женой Петра Вишникова О подробностях Романтической части Эта история Остается только Гадать Но кое-что Нам подскажет Все тот же Александр Сергеевич Ведь не зря же Он ездил в эти края Собирать материал Для книги Помните В Капитанской Дочке Верный присяге Комендант Белогорской крепости Казнен Пугачевцами Его дочь В руках Мятежников Спасителем Выступает Поручик Гринев Кстати Он тоже Родом из Казанской Губернии Как и наш Вишников Не послужила ли Пушкину История наших героев Пензе Одним из источников Вдохновения И вообще Что заставляет Нас Всматриваться В прошлое Когда вы Находите персонаж И вы его Любите Это то Как говорил нам Наш педагог Все получится То есть Вы себя Настраиваете На работу На этот раз Мы искали ответы В мастерской Вячеслава Михайловича Назарука Помимо исторических Полотен Прославленный Живописец Иллюстрировал Сказки Пушкина И Бажова Чтобы проникнуть В прошлое Его надо попытаться Себе представить Почувствовать Примерить на себя Одежды воина Вдруг ощутить Тяжесть меча В руке Это очень важно Это детям важно Детям вообще Всем близким Очень важно И самим нам Потому что Мы должны хранить И нести честь Своих педагог Получив Дружеское Благословение Мастера Мы продолжили Поиски Наш дальнейший Маршрут Проходил Через Ленинградскую Область Судьба Брата Анны Андреевны Всеволода Сложилась Совсем иначе Он вот Даже родился В Пензе Но не мыслил Своей последующей Жизни без Петербурга И его ближайших Окрестностей Его дядя и тезка Всеволод Алексеевич Входил в ближний круг Императрицы Носил придуманные Личной ею Шутливые прозвища Все-все И был по царской милости Одним из самых Богатых людей Своего времени Поскольку Своих детей У него не было Все свое наследство Он отписал Любимому племяннику Вокруг Вокруг основанной Им неподалеку От Петербурга Усадьбы Со временем Разросся целый Город С говорящим Названием Севовск Приумножив Дядина Наследство Выгодной Женитьбой Всеволод Второй Зажил В окрестностях Столицы На широкую Ногу На грандиозных Празднествах Любимой усадьбе Всевовских Мызи Рябова Собирался Казалось Весь Аристократический Петербург Усадьба Поражала Воображение Четыре Сотни Человек Прислуги Собственный Театр В теплицах Персики Виноград И ананас Круглый год В конюшне Сто С лишним Породистых Лошадей В каретниках Сотни Экипажей Для выезда Гостей К нему Съезжалось В день Его именин Несколько Сот Человек И для Всех Были Устроены Особые Помещения Причем Приняты Были Меры Чтобы Привычки Каждого Гостя Не встретили Ни малейшего Стеснения Почему Предварительно Собраны Были Самые Точные Сведения От Прислуги О привычках Их Господ И что Для Каждого Нужно Вот еще Одна Усадьба В Севловских В окрестностях Солнечногорска Середнякова Строилась Она В конце XVIII Века Как Подмосковная Резиденция А ныне Более Известна Благодаря Своей Связи С именем Лермонтова И семьей Столыпиных Особняки Принадлежавшие В Севловске Можно было Найти По всей Москве Сохранился Даже Переулок Названный В честь Этого Рода Фамильный Дворец На Пречистинке Это Перестроенные Боярские Палаты С которыми История Рода Связана На протяжении Столетий Когда Москву Стали Отстраивать После Пожара 1812 Года В числе Первых Появился Вот этот Элегантный Особняк На Он Принадлежал Одному Из Сыновей Всеволода Андреевича Александру Любителю Искусств И другу Знаменитых Писателей Именно В этих Стенах Александр Грибоедов Пытался Увлечь Хозяина Нет Не Новой Книгой Или Театральной Постановкой А идеей Акционерного Общества По торговле С Персией Это Неудивительно Учитывая Что в деловой России Рубежа 18-19 Веков Всеволод Величины Никак не Меньше Чем знаменитые Строганова И Демидова Основателем Хозяйственной Империи Стал Всеволод Андреевич Который Был Настолько Одержим Предпринимательством Что даже Записался В купцы Первой Гильдии Поступок Который Немало Удивил Аристократический Петербург На Всеволод Работает Чуть ли Не весь Нынешний Пермский Край Там У него Рудники Заводы Золотые Прииски Пароходы На Каме Одни из Первых В России А кроме Того Рыбные Промыслы На Каспии Фарфоровое Производство Под Москвой И почти Миллион Десятин Сельскохозяйственных Угодий Деловая Империя Всеволод Была Столь Обширная Что Для Обслуживания Гигантских Оборотов Пришлось Даже Создать Специальную Внутреннюю Систему Расчетов Эти платежные Средства Как только Не назывались Ярлыками Квитанциями Расчетными Листами По сути же Были Чем-то Вроде Частных Денег И наше Время За ними Охотятся Коллекционеры Сюда В квартиру На театральной Площади Частенько Захаживал Сам Пушкин К сыну Всеволода Андреевича Никите У Всеволодского Себрался Кружок Зеленые Лампы Кутежи Пополам С политическими И литературными Спорами Все Что так любил Александр Сергеевич Уже в приюте Отдаленном Я вижу Мысленно Тебя Кипит В бокале Опьяненном Аи Холодная Струя В густом Дыму Ленивых Трубок В халатах Новые Друзья Шумят И пьют Задорный Кубок Обходит Их Безумный Круг И мчится В радостях Досуг Пушкин Посвящение Никите Всеволожскому В истории родов Всеволожских Есть чем увлечься Но и это Лишь промежуточный Результат Наших поисков Наша дорога Началась Как исследование Ближайшего Прошлого Простой Советской Семьи Но Каждый Шаг На этом Пути Дарил Нам Все Новое И Новое Открытие И Привел К предкам Для которых И близость К царскому Трону И знакомство С самим Пушкиным Были частью Обыденной Жизни Кажется Куда же Более Между тем Поиски Наши Продолжались Минула Зима А в конце Весны Наш Герой Решил Навестить Сохранившуюся Могилу Одного Из своих Предков В некрополе 18 века Александра Невской Лавры Санкт-Петербурга Редкий Карарский Мрамор До середины Апреля Был бережно Укрыт От снега И непогода Деревянным Колпаком Памятник На могиле Героя Войны 1812 Года Генерал Майора Ивана Петровича Вишнякова найти Оказалось Несложно По соседству Усыпальница Самого Ломоносова А вокруг Все сплошь Приближенные К трону Особы Прославившие Россию Имена Не будем В своих Поисках Забывать О том Что было Хорошо известно Людям Той эпохи В практике Использования Геральдических Символов Красноречивым Напоминанием О происхождении Всеволских Служит Их Родовой Герб В верхнем поле Ангел с мечом Герб Киева В нижнем Пушка Герб Смоленска Увенчан Княжеской Короной Код Несложен Он указывает Что род Происходит От князей Правивших Соответственно В Смоленске И Киеве Всеволские Ветвь Рюриковичей Отделившиеся От их Смоленской Линии Основоположник Роды Александр Всеволош Он-то и дал Своим потомкам Эту фамилию При том, что Жил в 14 веке Тоже получается Не самый древний Предок В истории Семьи Всеволош Вероятным Оказался Результат Наших Поисков Круг Замкнулся И мы Снова В Новгороде Первый Известный Предок Героя Нашего Фильма Андрея Смелкова Тоже Новгородец И он Даже Удостоен Памятника В родном Городе Но При этом Известен Всей Стране И далеко За ее Пределами Основатель Российской Государственности Легендарный Рюрик Вряд ли Кто такой Мог Предположить Но Получается Что В 20 Веке Отец Нашего Героя Геннадий Смелков Написал Икону Для Собора Который Был Построен За тысячу Лет До Этого Его Прапрапрачуром Князем Владимиром Ярославовичем Исторический Круг Петля Времени Какими Глазами Теперь Взглянет На места Знакомые С детства Человек Предпринявший Путешествия К самому Себе На этом Мы оставим Нашего героя Его ожидает Глубоко Личные переживания Ведь шанс Был Один На миллион Но Он Нашел Своего Спящего Рыцаря Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров